Абдулманаб Нурмагомедов Абдулманаб Нурмагомедов Первые 3-5 лет, 3 минимальные 5 лет ребята должны ходить по олимпийским видам, в любителях, на борьбу. Это дает большое преимущество смешанным единоборством продолжать навыки. И тайского, и бокса, и кикбоксинга, и джио-джитсу. Это все потом склеивается и получается. А все-таки, скажите, пожалуйста, с вашим опытом, что важнее, ударная техника или борцовская? Может быть, в каком-то соотношении в процентном можете сказать? Я бы сказал, бокс – это 20% смешанного стиля. И 80% – это борьба. Потому что там есть болевые удушающие, борьба, силовая, мощная подготовка. У бокса есть 6 технических действий. В борьбе их 116. То есть боксеру тяжело будет перейти в смешанные единоборства? Вот посмотрите, боксеры, как, я бы сказал, марафонцы-бегуны на ногах очень хорошо подготовлены. Ну, группа меньше сравните боксера и борца. Какой объем, силовую нагрузку он на одной ноге борец переносит, на двух боксер не переносит. И то, что делает боксер так быстро, значит, двоечка, троечка, работа на руках, кистевая работа и на скакалке, то, что делает, ну, абсолютно борец не делает. Здесь силовая подготовка. Поэтому здесь разная техника, но больше нужна все-таки борьба. Потому что, чтобы контролировать, хватать, перевести, держаться, прижать к сетке, ну, это нужно больше борьбы. А только дали я квинта, его дали за сутки, поняли, да? Я сказал, у него левая нога стоит впереди, оттуда начнем работать. Видишь, нога? Вот, значит, внутренний лоул, наружний бьем, апперкот и хватаем. Понял, сколько комбинаций для твоей ноги придумано? Вы сказали сегодня ребятам, которые были на вашем мастер-классе, что 5-6 человек, из них хорошие, да? Очень хорошие. Да, я понимаю, а по каким критериям вы это оценили? Я посмотрел 12 упражнений, которые дали, навыки, разминочные. То, что они делают правильно, они делают ее, значит, по нарастающей, и они ее выдерживают. Я старался варьировать темп, и восстановительные моменты отдавал, и восстанавливались, и делали это упражнение. И когда я им дал отработки, и там они чувствовали уверенно, и показывали, я просто их называю обучаемые. Ты показываешь, он делает, ты показываешь, и эта работа приносит удовольствие и тренеру, и ему. А вот когда ты руку переставляешь, ногу там ставишь, в начале, это первые 2-3 года это было, их не надо было ставить разные стойки, что-то меня, их нужно было только поправлять, это меня радовало. Девчонки, он здесь работает локтями лучше, покажи. Если вы будете вот здесь, он будет развивать голову, понятно ли? А голову надо взять вот здесь, ближе к подбородку, вот здесь, убирать, допустим, в эту сторону, вот рукавицы, вот эти рукавицы где-то. И что, взяли, руку сюда, колено, встали вот сюда на руку. Вы коленом отключили ему руку. Следующая рука, вот плечо и сели, вот и стойки, и добиваете локтями. Насколько тяжело совмещать отцовские чувства, скажем так, и тренерский опыт, насколько тяжело тренировать собственного сына? Я почувствовал в последних двух боях. А до этого обычно у меня была работа тренер-ученик, тренер-ученик, а всем одинаково относился. Вот когда настал момент ответственности, дадут ему бой за пояс или не дадут. Это опять претендентский, опять вот так. И вся страна, бывшая СНГ, вот СССР, бывшие азиатские страны, во всем мире начали писать мне, он должен, он должен и тогда. Ну, я сам понимаю, что должен. Во-первых, для России он должен в первую очередь. Это его страна, его государство, его флаг, его гимн. Когда люди не спят, когда миллионы болельщиков, около четырех миллионов тогда было подписчиков, сейчас больше четырех. Эти люди постоянно пишут, эти люди болеют, не спят. Как не волноваться? Тот, кто согласен, внизу лежат, тот хватает денег. Поняли? А тот, кто хочет выйти отсюда, он уходит отсюда. Вот смотрите, руки где-то, уходит вот сюда, на бок. Моя нога, посмотрите, левая где-то, вот рука, вот к себе, вот дверь, я должен уходить сюда. Пятка посмотрите где-то, видите ли, пятка где-то, и тягиваю, раз, и перекатываю.